Кружится в воздухе, застилает дороги, проникает в квартиры, автобусы и машины. Пух буквально укутал весь город. Виной тому солнце и ветер – два идеальных фактора для распространения белых хлопьев. Вот мешает, допустим, у меня даже вот, стало, ну, немного аллергия наша. И да и так идешь, глаза закрываешь, заходи, ну, в очках надо ходить. Есть дети в ногах, кто поджигает пух, бегает во дворах, да и везде так же. То же самое, гаражи, знаю, конечно, так, что, конечно, мешает, все мешает пух, мне кажется. Открываем балконную дверь, весь пух к нам, вся грязь к нам, пыль копится, грязь, все в квартиру идет. Тополей в Череповце много, особенно в старой части города. Посадили их еще в 50-е годы, тогда саженцев не жалели, сажали почти везде. Специалисты рассудили, они лучше всех приживаются, к тому же не пихотливые зимостойки, а главное, крайне важные в условиях нашего загазованного города. Один тополь выделяет столько кислорода, сколько семь елей, четыре сосны или три липы. Известно, что пух появляется не у всех тополей. Так получилось, что в Череповце очень много наросло тополей женского пола, именно они-то и пылят. Еще интересно то, что эти деревья относятся к растениям, которые могут сменить пол из-за стресса. Ну а пока стресс испытывают люди. Ко всему прочему, с засилием тополинного пуха возросла пожарная опасность. Невесомые хлопья воспламеняются, даже нагреваясь подсолнечными лучами. Пламя при этом распространяется молниеносно. Из-за этого и других факторов Череповце с распространением пуха активно борются. В перечень работ входит омолаживающая обрезка, санитарная обрезка, вырубка порослей и удаление пней. Сумма контракта составляет 3 миллиона рублей. Белые хлопья снега в июле – страшная напасть для аллергиков. Причем аллергию у людей вызывает не сам тополиный пух. Он лишь переносит пыльцу цветущих растений, а иногда и вредные химические вещества. Попадая на рецепторы, они вызывают чихание и раздражение. Полезно на время тополиных метелей отказаться от продуктов-провокаторов – меда, шоколада, цитрусовых креветок и горьких настоек, а также соблюдать определенные меры предосторожности. Мы не рекомендуем длительный период находиться на улице. Чем меньше пациент находится в закрытом пространстве дома, тем лучше. На окна рекомендуются сетки из марли, несколько слоев, которые смачиваются водой, для того, чтобы пыльца не проникала в квартиру. Что касается лекарств, тут все индивидуально. Как оказалось, страдают от пуха не только люди, но и автомобили. Забивают радиаторы, машины закипают, множатся пробки. Ломаются всевозможные системы охлаждения и очистки воздуха. Терпеть это природное явление придется еще несколько недель, пока полностью пух не опадет. Обнадеживают лишь синоптики, которые уверены, что дождь поможет избавиться от вездесущего пуха. По их словам, осадков можно ждать уже завтра.